так давайте все-таки займемся смывкой решил я все-таки сделать хоть и и практически не видно вот если обратите внимание вот на этой половинке я уже прошелся смывочкой но в основном тут единственное место где вот вдоль вот этого вот усиление на вокруг некоторых элементов да вот эта деталь у нас еще не смыто но чуть-чуть они как бы вот отличаются немножко видно вот и также прошел со смывкой уже вот по вот этой части но здесь тоже в основном выделил углы и немножко прошел суд по периметру затенил здесь вот 90 подушка с корпусом кресло выделяется и немножко пошел прошел по ремням то есть как бы немножко вот я не знаю заметили эффект на камеру но немножко бы ремни у нас такие потемнеть чуть стали вот ну и давайте сейчас сделаем то же самое до предварительно конечно как видите задул я все это глянцем лаком то есть все такое блестющее пока у нас и давайте быстренько сделаем надо использовать в качестве смывки буду использовать то миски черную смывку на эмалевой основе так и давайте быстренько тоже тогда пробежимся по остальным деталям то есть в общем то на этой панели и все у нас больше тут некие детали нет так и давайте наверно теперь здесь тоже но здесь я тоже пройдусь наверно по ремням прокапываем немножко здесь вот тоже пройдусь сейчас по ремням так хорошенько лишнее потом умерем умерем ну что ж наверно теперь со смывкой здесь наверно все вот эти вот панели принципе я ее тоже вот эту панельку я задул глянцем вот теоретически конечно можно здесь пройтись единственное что немножко выделить вот эти вот наши переключатели я просто боюсь что но будет не очень хорошо смотреться все-таки смывка темного давайте пойдем пройдемся потом попробовал просто убирать кисточкой лишний хотя в принципе она руток смотрится руль тоже ничего в общем даем сейчас все это дело оставляем на минут 10 просохнуть и будем убирать излишки так ну что ж смывка наша подсохла и давайте ее уберем излишки убирать буду с помощью ватной палочки смоченной вайцепириде вот немножко только я промакиваю и начинаем убирать так здесь вот получается такие небольшие подтеки немножко ну вот наверное как то так оставим вот видно немножко что там где была смывка там немножко блеск у нас пропал вот но как бы здесь ничего страшного поскольку все это еще у нас будут задуваться матовым лаком поэтому все это дело выравнивается и на мой взгляд вот смотреться весьма неплохо но я надеюсь во всяком случае так здесь у нас убираем тоже лишнее здесь конечно кабине надо поосторожнее потому что тут много мелких всяких деталей торчит желательно конечно ничего не пообломать а здесь видно вот в районе вот здесь вот видно небольшие еще следы остались поэтому то же самое кисточку смачиваем немножко протираем салфеточку и аккуратненько убираем лишнее в целом наверное это все друзья со смывкой и еще раз говорю тут конечно ее видно практически наверное не очень вот но я думаю еще планирую немножко припылить здесь поэтому надеюсь что в итоге все-таки будет смотреться нормально так ну пожалуй наверно наверно все друзья опять же буквально так здесь буквально сейчас дам несколько минут 10 до на то чтобы это немножко высохло вот и задую все это дело уже матовым лаком вот и останется нам потом как я сказал нанести немножко пыли пигментами воспользуюсь и прокапать глянцевым лаком все приборы вот и в общем то эту часть можно считать законченной и собирать единое целое так но пока на этом опять живемся уже наверное этап лакирование я показывать не буду тут принципе ничего такого нет единственное что лак буду использовать вот такой матовый лак глухой серии aqua 74005 от окана так ну все прерываюсь ну что ж друзья продолжаем нашу сборку и так кабина у нас собрана в таком виде на данный момент значит здесь у нас еще не вклеена основная приборная доска вот с ней пока еще есть ряд вопросов то есть я пока не уверен но возможно что часть вот пространство которое у нас будут как бы между вот этой перегородкой и приборной панелью будет видно поэтому возможно еще еще приборку придется немножко дорабатывать в том плане что добавлять туда проводку вот ну посмотрим значит что еще было сделано я немножко подгрунтовал здесь кое-какие части тут какие грубые швы затирал хотя в принципе его не будут видно вот так же загрунтовал детали вот пушечного отсеком ну и различную мелочевку которые нам нужно будут подкрасить сейчас значит этим я и предлагаю сейчас заняться кабину пока оставляем в таком виде там пыль это уже я думаю запылять будем но уже на окончательных этапах то есть чуть попозже значит сейчас нам нужно все это дело опять же с внешней стороны теперь прокрасить значит сама сам корпусу так кабина у нас окрашиваться в алюминий а вот перегородки пушный отсек вот эти все детали остальные у нас но за исключением пушек и вот этих коробов подающих боеприпас к пушкам все значит у нас окрашиваться вот эти вот перегородки в вот такой вот цвет по моему так нет не такой вот вот rlm 02 немецкий rlm 02 вот корпус окрашивается у нас в алюминии окрашивать буду вот таким вот такой краской валеховским алюминием но почему я взял вот именно валеховский дело в том что у нас еще в самой вот этой нише потом будут еще различные мелкие детали устанавливаться которые часть из них тоже окрашивается в алюминий но поскольку эта краска она одинаково хорошо идет и под аэрограф и под кисть то просто ей вот проще всего будут воспользоваться ну и потом в принципе у валеха вполне себе очень неплохие металлики так ну что ж на этом я сейчас прервусь подготовлю нашу вот эту вот ванну к окраске здесь у нас есть ряд сквозных сквозных отверстий их нужно будет сейчас кусочком скотча подклеить чтобы туда не задувала краска и наверное сверху я тоже закрою чтобы туда ничего не у нас не было никакого напыла вот и мы закрашиваем вот эту часть а потом уже после его высыхания начнем дальше красть уже интерьерным серым ну а пулеметы и короба там окрашиваться у нас с таким металликом под под вороненную сталь но это уже попозже немножко все сейчас я прорываюсь и готовлюсь к покраске так друзья ну что ж продолжим в принципе краску я развел правда тут немножко отвлекусь сейчас случилась у меня небольшая неприятная ситуация дело в том что у меня вот этот эта краска был новый тюбик и как оказалось у него был треснут вот этот вот носик весь растрескавшийся был я вот начал взбалтывать и чуть было тут не забрызгал все краской поэтому первый раз такое честно говоря с таким сталкиваюсь поэтому после покупки проверяйте вот этот вот носик чтобы он был целый вот поэтому мне пришлось немножко потратить время перелить в пустую тару так ну что ж давайте наверное не будем-то задерживаться и краску я разбавил выдал так сказать остатки залил разбавителю в банк вот эту вот немножко сболтал и вот этими остатками сейчас заправил в аэрограф вроде бы по консистенции нормально и давайте задуем вот эту вот нашу вот этот наш корпус поехали так ну я надеюсь видно все вот немножко жидковатая конечно получилось сделаем в несколько заходов в принципе тут и одного в общем-то захода практически хватило может быть в нескольких местах подуемся сейчас так ну в принципе я думаю этого достаточно вот надо теперь дождаться высыхания краски и потом уже можно будет продолжить вторым цветом замаскировать эту часть и здесь задуть уже RLM02 все друзья на этом ждем пока у нас вот это вот краска подсох продолжаем друзья краску нашей кабины ну и другими деталей подсохла наш алюминий достаточно быстро сохнет данная краска в чем тоже ее преимущество ну буквально наверное прошло минут 20 и уже вот видите ничего никуда не липнет использовал на всякий случай вот такой вот скотч розовый самые слабые тессы вот ну и кстати вот обратите внимание надеюсь видно да вот хоть мы эту часть и не задували вообще да но на пыл металлика идет вот эта часть была защищена скотчем да здесь вот видите какой на пыл сразу видно поэтому с металликами всегда старайтесь как можно тщательно закрывать все места которые не требуют окрас ну поскольку это у нас стенка она как бы особо роли не играет не видно поэтому здесь ничего страшного так ну что я развел уже эту краску напомню это у нас рлм 02 аж 70 ганзы и давайте продолжим задуем все наши детали этим цветом поехали и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Так, ну что ж, я думаю на этом достаточно, теперь нужно подождать пока наша краска хорошенько высохнет Вот, и можно будет уже продолжить сборку Так, давайте снимем, наверное, маски Посмотрим, что у нас здесь все нормально Так, ну как видите, алюминий у нас остался на месте Все хорошо в этом плане Все, оставляем сохнуть Так, а я, наверное, пока займусь Подберусь сейчас, посмотрю, что у нас с пулеметами Как у нас во что окрашивается Вот тут Ревел нам в инструкции предлагает намешать, насколько я помню Цвет Так, сейчас Так, вот Ревел нам Предлагает вот этот вот цвет Это у нас Металик сталь 75% и 25% Антрацит матовый То есть сделать такой черный металик Но я, наверное, скорее всего Воспользуюсь Уже готовой краской Вот Акана Так Вороненая сталь Сейчас я готов показать Но, скорее всего, ей вот я, наверное, прокрашу Все наши пулеметы Вот Ну, наверное, этот этап я уже показывать не буду В принципе, здесь ничего сложного нет Даже В принципе, вот эта Аканская вороненая сталь Неплохо весьма ложится И, в общем-то, ей можно даже окрашивать И кисточкой Пройтись кисточкой А вот Вот эти вот короба По которым лента у нас Лента пулеметная подается Я вот, наверное, все-таки Окрашу более светлым цветом Хотя нам инструкция предлагает их красить в один тот же цвет То есть И сами пушки вот эти И вот эти короба Вот в цвет такой вороненой стали Но Мне почему-то кажется, что это не совсем, наверное, будет правильно Поэтому, скорее всего, пулеметы я окрашу вот в вороненую стали А короба я покрашу просто, наверное, сталью Вот Так, друзья, ну на этом я опять, наверное, прерываюсь Так, друзья Давайте, наверное, все-таки решил я заснять Весь процесс еще покраски пушек и коробов И немножко я изменил Краску, которую я первоначально хотел взять Все-таки решил попробовать Все это сделать Вот такой краской Это у нас Пацифик 88 Серия Aero Значит, два цвета буду использовать Вот На ложках вы видите Что они себе представляют Это значит, у нас справа Это будет вот М41 Пущенный металл Ганн металл Так называемый И слева это у нас будет Темная сталь Вот М33 Вот Вот такие два цвета Ну и давайте начнем, наверное, с пушек Значит, краску я уже взболтал Так, ну вот такой вот у нас Получается результат Ну, в принципе, неплохо смотрится Вот, хотя, может быть Может быть, я бы и все-таки предпочел более темный цвет Вот все-таки Из вот этого вот Аналога, да, скажем так Пущенного металла Все-таки вот вороненая сталь Вот такая Она мне нравится вот больше всех Опять же, это на мой взгляд Так, ну ладно, идем дальше Так, ну вот такой вот получился результат Вот, я надеюсь, было видно Единственное, что Сейчас еще подумаю Может быть, все-таки Не очень мне нравится Все-таки Но на мой взгляд Слишком Ярковато Ярковат цвет Вот Может быть, есть смысл Его немножко все-таки Притемнить Ладно, сейчас На этом давайте, наверное, остановимся Пусть это все дело подсохнет И я еще подумал Все, пока Прерываемся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому